При просмотре старых фильмов многие задумываются, как изменилась жизнь актёров сейчас, как сложилась их судьба и какими они стали. Актёры, которые сыграли главных героев в трёхсерийном фильме «Приключения Электроника» 1979 года, изменились до неузнаваемости. И это неудивительно, ведь с момента премьеры прошло почти 40 лет. Давайте же вспомним, как сложилась судьба детей актёров из этого фильма Юрий Торсуев. Значит так, выходишь, дарёшь этому, чтобы смылись, и говоришь «Здрасте, я с Раешкина! Понял?» «Да, но…» «Что?» «Я говорю только правду!» «Ну ладно, ну выйдешь, ну дашь этому, чтобы смылись, иди сюда, а я буду!» «А это будет по-человечески?» «А ты как думал?» Актёр Юрий Торсуев, сыгравший в мини-сериале «Приключения Электроника» Серёжу Сыроежкина, продолжает пополнять фильмографию. Поклонники последний раз видели его в сериале «Женский детектив», который вышел в 2016 году. Кроме того, вместе с братом Владимиром Торсуевым актёр занимается бизнесом. Владимир Торсуев сыграл в этом фильме вторую главную роль – «Электроника». «Вы гусь?» «Э? Чего?» «Я спрашиваю, вы гусь?» «Я тебе такого гуся покажу! Век помнить будешь! А ну повторяй, Макар Степаныч!» «Я не могу! Вы отрываете мне доз!» «А что ты вообще можешь?» Хотя его фильмография чуть менее богата, чем у брата, актёр периодически появляется на экране. Последняя киноработа Владимира Торсуева – «Женский детектив». По слухам, братья Торсуевы планируют участвовать в новом «Электронике», но насколько эта информация соответствует реальности, пока неизвестно. Василий скромный «Эй, слушай, скажи, где тренируешься?» «Ну что, понравилось?» «В общем, да. Не ожидал». «Теперь будешь знать. Пал!» «Ага. Ну скажи, где?» «Система йогов». Василий скромный сыграл в сериале Макара Гусева – «Рыжеволосого мальчика-хулигана». О дальнейшей судьбе актёра известно мало. Последний раз он появился на экране в 1983 году, когда снялся в фильме «Комбат». После этого Василий скромный поступил в мореходное училище и стал моряком. Актёра всегда привлекала эта профессия. Максим Калинин Максиму Калинину в сериале досталась роль умника Королькова. Калинин совмещал актёрский труд с экономическим. Он был специалистом по рынку ценных бумаг. Артист умер при невыясненных обстоятельствах в 2011 году. Дмитрий Максимов «А ты же говорил, что он вернётся!» «Ну, мало ли, что я говорил!» «Это точно!» «Первым делом на перекладину. Потянется разочек, ростик, сыпь и видит, и порядок!» «Точно, точно! Он, зараза, боится!» «Мы же приняли решение! Я не должен больше заменять Сергея!» «Всё! Пропала сборная!» «Слушай, Серёга! Придумай что-нибудь! Ты же у нас глава всегда что-нибудь придумываешь!» «Ну что я могу?» «Чё-нибудь!» «Подожди-ка! Подожди-ка!» «Дмитрий Максимов в приключениях «Электроника» сыграл Смирнова. Сейчас актёр живёт в Москве, но не снимается в фильмах. После своего первого кинообыта артист решил получить высшее образование и заняться бизнесом. Подробной информации о жизни артиста нет. Валерия Сауян «Привет! Здравствуй! Кто играет? Сыроежкин или Электроник? Да-да, я всё знаю! Вот! Отдай! Не отдам! Если отдам, то кто мне поверит? Ты никому не расскажешь!» «Я? Да я всем расскажу! Нечего было на меня карикатурой рисовать!» Валерия Сауян в сериале сыграла «Я беду Зою Кукушкину», что негативно отразилось на её репутации в школе. Одноклассники настолько поверили в её образ, что отказались общаться с ней. К сожалению, сериал «Приключения Электроника» стал единственным киноопытом Валерии. Окончив с отличием столичный медицинский вуз, Сауян работает протекущим врачом-дерматологом в одной из московских клиник. Валерия замужем и имеет сына. Оксана Алексеева «Вылезай оттуда! Эл! Ну что ты? Эл! Эл! Ты меня слышишь? Эл! Ну, кончай притворяться! Ну хватит! Ну очень прошу тебя, ответь мне, пожалуйста! Ну, Эл!» «Ты чего шумишь? Магазин скоро откроется! Подожди немножко!» Дебютировав в ленте «Воспоминания», Оксана Алексеева постоянно посещала пробы Одесской киностудии. На роль Майи режиссёр планировал взять Яну Поплавскую, но Алексеева сама пришла к режиссёру с вопросом, когда же её возьмут. Так Майя Светлова стала эталоном красоты, по которой вздыхало множество мальчишек страны. В дальнейшем Оксана получила специальность экономиста-программиста, вышла замуж и уехала в Белоруссию. После развода девушка снова отправилась под венец за француза, с которым проживает во Франции. Девочка, называющая Чижикова Рыжиковым, стала известной актрисой. Дебютировав в кинофильме «Приключения электроника», Оксана Фандера очень хотела стать знаменитой актрисой. Став обладательницей второго места московского конкурса красоты, к ней посыпались предложения на съёмки в фильмах. Фандера окончила ГИТИС, вышла замуж за Филиппа Янковского и вместе с супругом воспитывая дочь и сына, решивших пойти по стопам родителей. Юный пионер Чижиков Рыжиков моментально приглянулся зрителям, но Евгений Лившиц, получавший предложение от режиссёров и в дальнейшем выбрал для себя музыкальную карьеру. Григорий Ильич, возьмите мне свой кружок. Нет-нет, Рыжиков, не могу. Я не Рыжиков, я Чижиков. Всё равно не могу. Почему? Я тоже умею писать стихи. И читать тоже. Какие стихи? Ты вспомнишь, что ты написал в изложении? Дровосед погоняет лошадку весело мордой курча. Я не Рыжиков, я Чижиков. Тем более. Окончив музыкальную консерваторию, Лившиц отправился на ПМЖ в Германию, где работает в симфоническом оркестре, играя на ксилофоне. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok